Спасибо, господин председатель. Я хотел бы начать с того, что напомнить о том, что 22 октября 1983 года две сотни морских пехотинцев взорвали Селиване. И я хочу напомнить вам слова из биографии Рональда Рейгана, которые пишут о том, что иррациональность ближневосточной политики заставила нас пересмотреть наши собственные меры, нашу собственную стратегию. И, естественно, нам бы было лучше, если бы наша политика изменила сторону в сторону нейтралитета. И тогда наши морские пехотинцы не погибли бы. Я хочу сказать, что господин Рейган очень правильно ответил, что межневосточная политика – это нечто дикое. И у нас в Северной Каролине достаточно много офицеров-солдат резерва. И за последнюю неделю мы получили 415 звонков и более тысячи имейлов. 97% американцев в Северной Каролине сказали нет, сказали, что они не согласны с военным ударом по Сирии. И даже морские пехотинцы звонили нам и просили нас проголосовать против военного удара. И я хочу вам всем троим задать вопрос. Каким образом мы определим, насколько успешным станет военный удар? Есть ли у нас запасной план? Есть ли другие страны предпринят агрессивные действия в результате нашего удара? Верим мы действительно в то, что Хезбалла, Иран и Россия будут просто стоять и наблюдать за тем, как мы наносим этот удар. Последние эти два вопроса для меня очень важны, как для конгрессмена, но также они очень важны для тысяч людей, которых я представляю. Еще раз, есть ли какой-то запасной план на случай агрессивных мер со стороны других стран, и будут ли Хезбалла, Иран и Россия просто продолжать смотреть на то, как мы находим военный удар? И я бы хотел какие-то, возможно, получить ответы на мои другие вопросы в письменной форме. Если вы ответите на эти два вопроса, я буду вам очень признателен. Я могу ответить на ту часть вопроса, связанную с возможными ударами возмездия. Вы задали вопрос конкретно относительно России и Ирана. Мы оцениваем возможность нанесения таких ударов. Я не могу сказать, что вероятность ответных ударов равна нулю. Она низка, но не равна нулю. Генерал, очень быстро я хотел бы сказать, что погибнут невинные люди. Это происходит всегда во время военных действий. Невинные люди в Сирии погибнут в результате этих ударов. Я думаю, что с этим можно сразу же согласиться. Да, да. Война, конечно. На войне всегда есть люди, которые гибнут, невинные люди. Президент попросил меня оценить возможные потери. И во время закрытого заседания я могу вам представить некоторые наши соображения по этому поводу. Во-первых, по поводу того, что вы сказали о ваших избирателях и моих избирателях генерала Демпси о том, что морские пехотинцы просят не посылать их в Сирию. Прежде всего, я хотел бы напомнить всем, что у нас не стоит такой задачи, что мы не просим согласия Конгресса на то, чтобы послать морских пехотинцев в Сирию. Об этом речи не идет. Никто их туда не посылает. Что касается ваших вопросов, как я сказал в своем заявлении, какие-то риски всегда есть. И последствия у действий всегда имеются. Но я сказал, что у бездействия иногда последствия бывают еще более серьезными. И сегодня, выступая здесь перед вами, я твердо убежден, и думаю, не без оснований, что бездействие со стороны международного сообщества после того, что 21 августа сделал Асад и того, что он делал до этого, Если мы ничего не сделаем, он будет делать это снова и снова. И нам снова придется вернуться к этому вопросу. И когда мы вернемся к нему в следующий раз, тогда, возможно, это будет уже включать в себя непосредственные потери среди американцев. Да, мы много обсуждали и рассматривали возможные экстренные планы. Что может случиться в этом случае? Что может случиться в другом случае? Мы сутками с помощниками господина Керри и с госдепартамента обсуждали, что может произойти в том или ином случае. Операция никогда не идет без сучка, без задоринки. Пожалуй, все.